Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, Алиса. Здравствуйте, пищевые моему сыну, 21 год, он игрок. Для этого ему нужны деньги, обманным путем, он достая деньги влезает в долги и из-за этой проблемы даже отсидел срок. В виде инструмент продолжает дальше играть, он учится, но в то же время не посещает школу и страха к людям. У психолога мы тоже уже были, не знаю как быть с этой проблемой, если у вас советы. Спасибо, как помочь. Ну, здесь вот, Алиса, почему я, в частности, решил ответить вам на вопрос, вот, этот, потому что, во-первых, возникло несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание, в первую очередь, этот нюанс связан с тем, например, вот, что вы говорите, что были у психолога, вот, но не совсем понятно, но вы были у психолога и что? Ну, то есть, как бы, какой результат? То есть, ну, если вы были у психолога, то, ну, я бы сказал, что, наверное, есть какой-то результат, эффект, какая-то информация, у вас, наверное, должна быть по этому поводу, вот, а вы как-то, вот, об этом, ну, по большому счету, ничего не говорите, то есть, что вы решили-то с психологом. Да, это первое, на что хочется обратить, обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание, это то, что вы говорите «мы». Тут у меня такое шею, что вы его гидропекаете от своего сына, вот, а гидропека вообще ничего хорошего, мягко говоря, не несет, то есть, то есть, ну, она, как правило, в общем-то, и создает мотивацию для человека, чтобы убегать в различного рода зависимости, потому что очень часто зависимости и используются людьми как раз для избегания, для избегания от чего-то, вот, чего-то неприятного. У нас, в первую очередь, здесь, вот, чувствуется, я бы сказал, некое такое болезненное влияние, вот, своим психологом, потому что, в принципе, ваш сын достаточно взрослый для того, чтобы, ну, самостоятельно, да, допустим, быть у психолога и самостоятельно решать свои проблемы. Ну, вот, если вы приходите с сыном, ну, что это уже немножко другая история, и она больше про другую. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это момент того, что ребенок, любой ребенок, это отражение родителя, как бы это, вот, было, может быть, неприятно осознавать, замечать и слушать. Что это значит? Это значит, что зависимость вашего сына, это следствие о некоторых ваших определенных трудностей и проблем. И, соответственно, нужно, в первую очередь, вам посмотреть и скорректировать ваши собственные трудности и проблем, вот, которые, скорее всего, ну, скорее всего, есть, которые, которые, скорее всего, присутствуют, эти трудности и проблемы, вот, потому что, в конце концов, не просто так вы говорите о себе и, там, своем сыне в, именно, вот, в контексте мы, то есть, это вот то, что обычно называется, как я уже сказал, слияние, вот, и, соответственно, вам нужно, как мне кажется, работать здесь с личными границами, и, да, модель жесткой любви, это правда. Следующий момент, который нужно понимать, это то, что зависимость является болезнью, и ее требуется лечить. Лечить, именно лечить, то есть, не у психолога, да, как вот, вот, вы говорите, психолог, это больше к вам, это больше вам нужен, вот, для решения своих проблем, а вашему сыну нужен врач, и нужно лечение. Ну, причем необходимо понимать, что игровая зависимость, зависимость, это тот, я бы так вот сказал, тот вид зависимости, который достаточно сложно поддается в коррекции, именно в силу своей специфики, да, потому что это чисто психологическое зависимость, вот, на лечение, тем не менее, нужно, вот, необходима определенная изолированность, необходима определенная обстановка, необходима определенный круг людей, необходим определенный образ жизни, вот, то есть, все это, это необходимо, в данном случае, для лечения вашего сына. Следующее, что нужно понимать, это то, что, ну, без причины, как бы ничего не бывает, то есть, если у вашего сына такая зависимость возникла, значит, скорее всего, ну, какие-то причины были, вот, вопрос только в том, что это за причины, вот, вопрос только в этом, что это за причины, что за причины мотивировали вашего сына, вашего сына, уходить в игровую зависимость, вот, вы говорите, что он не учится, потому что боится людей, вот, что ж, страх людей, ну, вот, в данном, так скажем, случае, страх людей, это может быть признак, например, социофобия, вот, и если это социофобия, если это социофобическое проявление, то так и тогда игровая зависимость не является каким-то самостоятельным аспектом, в данном случае, а в общем и целом является лишь следствием проблематики со социофобией, то есть, проблематики, ну, вот, страха людей, в данном случае. И, соответственно, нужно, на мой взгляд, работать уже именно с этим. С тем, что ваш сын боится других людей, вот, боится, опасается, там, как бы, других людей. С этим необходимо, необходимо работать, понимаете, да? То есть, как бы, важно вот еще уловить причины, ну, причины и следствия, следствия. Вот, если этого не сделать, то, собственно говоря, мы не получаем полную картину проблем, которые есть. Вот, думаю, тут тоже очень такой важный момент. Я бы рекомендовал вам изучить тему созависимости, вот, потому что сложилось у меня впечатление, что вы созависимы, то есть, как бы, находитесь вот в таком болезненном и, в общем и целом, ненамного отличающемся от состояния вашего ребенка. В положении, да, когда он зависит от игры, а вы зависимы, условно, от него, вот. То есть, опять же, не умение жить своей жизнью, да, отсутствие демонстрации человеку какого-то опыта, ну, успешной реализации, да, успешного поведения какого-то вот, ну, в данном случае, может быть, более конструктивного поведения. Конечно, также оказывает, ну, существенное влияние на действие и на восприятие человеком себя и окружающим. Вот. Стоит обратить внимание на то, как появляются болезненные отношения к оценке, то есть, почему для человека, вот, условно говоря, там, становится важным, как его оценивают, почему человек, там, условно говоря, начинает бояться, что его оценивают, вот. Ага, это связано с требованиями к себе и с условиями, которые в себе уже выдвигаются, выдвигаются. То есть, человек, выдвигают в себе требования, что, там, условно говоря, я могу быть хорошим, там, порой-хорой, я могу быть хорошим, там, только если, вот, там, тот-то-то-то-то-то, к примеру. Соответственно, это может не получаться, вот, это может быть нереально, вообще говоря, к примеру. Вот. И, соответственно, могут быть, ну, трудности, могут быть проблемы, могут быть какие-то, вот, так скажем, нежелательные. Угрышения, вот, нежелательные модели поведения, ну, вот, для человека. Поэтому я бы, в данном случае, присмотрелся, присмотрелся бы, прислушался бы, в первую очередь, к тому, какие посылы вы сами человеку транслируете, транслируете, вот, что вы ему транслируете. Вот. И, соответственно, это, если потребуется, необходимо корректировать тоже, потому что, как это не, как это может быть, вот, не печально, но вы можете, сами, быть источником того, источником того, что ваш сын, значит, сам зависит вам. Понятно, что я ни в коем случае не хочу вас обвинять, я ни в коем случае не пытаюсь вас чем-то обвинять. Но, просто хотелось бы обратить ваше внимание на данный аспект, как на крайне важный. То есть, что здесь, основное, что не нужно думать, что дело только в вашем сыне, что вот вы ему, вы ему сейчас, там, словно говоря, поможете, да, и вот, все решится, нет. Нет. Это вот, так вот, к сожалению, да, не работает, это вот, таким, таким образом. Я бы сказал, что работа это так, что вам, ну, вам желательно, вам желательно крайне помочь в себе. Вот. И дальше вы уже сможете помочь, вот, своему ребенку, своему сыну и так далее. Вот. Как-то так, я, пожалуй, мог бы вам в данном случае ответить. Хотя и подозреваю, что, ну, вот, то, что я говорю, вам не очень, не очень понравится. А смущает так же, смущает так же, то, что вы хотите помогать своему сыну. То есть, помогать, а, ну, помощь, так скажем, она, а, помощь, а, предполагает, то, что человек в этой самой помощи нуждается, то есть она без помощи, без помощи, а это уже вот в какой-то степени, по крайней мере, я бы так вот сказал, что это в какой-то степени является проблемой. Потому что считать человека без помощи, значит его обесценивают. И если мы, вот, в данном случае, человека обесцениваем, то какой ему мотив, а, что-то менять. Да, да, как бы. Вот, возьмите, пожалуйста, это тоже в виду. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует.. Продолжение следует.. Продолжение следует.. ..бирать поэтому.. Продолжение следует...